К сожалению, у нас ситуация кардинально не такая. У нас просто кто там дал цену дешевле. Я приведу такой пример. У моего друга есть асфальтный завод, есть щебеночный карьер, и он находится в регионе, где уже 30 лет обслуживает дороги. То есть компания еще с 90-х годов. И выигрывают компании вообще другие. То есть, ну, это же как бы, ну, выигрывают. Демпинг или нет? Делают там, даже больше не демпинг, больше лоббирование, так скажем. Какую-то компанию лоббируют, она приходит в этот регион, начинает заниматься ремонтом дорог, при этом у них ничего нет. В итоге они нанимают также эти компании, которые там в регионе уже находятся и работают. И, ну, просто, грубо говоря, люди приходят, вот как говорили, без опыта, просто с портфелем. Поэтому здесь очень важно тоже министерству такой шаблон. Ну, здесь надо отметить, что все та или иная подрядная организация, выбор организации, она производится согласно госзакупу, соответственно, законам о государственных закупках. Здесь никакого лоббирования быть не может. Ну, поверьте мне, миллиардные антикоррупционные задержания говорят об обратном. Тем не менее, все... Поэтому, ну, я вам честно скажу, что есть очень много, не буду сейчас брать на себя там, статистика говорит сама за себя. Многомиллиардные, многомиллиардные. Это Ануар, по-моему, знает схему, да? Нет, я в схемах этих не участвую, не знаю их и тоже, надо сказать, в первый раз слышу. Но я, как понимаю, в данном случае ответ министерства будет такой же. Мы эти замечания примем, обсудим, проведем форум, дальше поговорим и составим протокол. Но в данном случае интересно, на самом деле, замечание. Единственное, что в действительности у нас, так называемое, понятие имиджа бизнеса, оно до сих пор, наверное, в полной степени не работает. И, соответственно, необходимо не просто проводить дополнительные изыскания по текущему закону о государственном закупе. Либо нужно создавать, опять-таки, целеполагание, либо нужно создавать экономику предложения, либо в действительности нужно создавать, так называемую, систему рейтинга. Но эти компании должны, соответственно, понимать, что их активы, их собственность защищена будет законом на протяжении не только, скажем, текущих 5-10 лет, но на протяжении сотен лет. То есть эти компании должны себя ассоциировать с нашей страной.